Доброго времени суток уважаемые, с вами Готика, с вами Эльк, сегодня поговорим с вами о торговле в RDR Online. Чтобы стать торговцем, в главном меню выберите роль торговец, вас закинет к квесту, подойдите и начните его, по ходу вступительного ролика которого вам предложат стать торговцем за 15 золотых слитков. Суть торговли заключается в следующем, у вас в лагере появится NPC Крипс, который будет перерабатывать шкуры животных с помощью инструментов в товар, который потом можно будет продать. Если кто знает, это очень напоминает бункер в GTA Online. Привозите отдельные шкуры или завернутые в туши животных и отдаете Крипсу. Крипс в течение недолгого времени перерабатывает их в товар. Учтите, что у шкур есть качество от 1 до 3 звезд, чем больше звезд, тем больше будет дополняться шкала припасов. Чтобы шкуры имели как можно больше звезд, животных лучше ловить лосом, а потом закалывать, либо использовать лук со стрелами. На медведей и пум лучше охотиться с ядовитыми стрелами, а мелку дичи отстреливать с помощью винтовки вармин. Также в качестве припасов Крипс принимает рога, перья птицы и рыбу. Для переработки Крипсу требуется периодически пополнять запас инструментов. Вы можете просто купить их за 20 долларов. Или если вы такой же нищеброд как я, выполняйте квесты у все того же Крипса. Совет. Иногда на доставку инструментов выпадает миссия, где надо украсть мешки. За каждый мешок дается 500 экспы. А чтобы прокачать один уровень торговли требуется 2000 экспы. То есть, чтобы прокачать торговлю полностью до 20 ливела, потребуется выполнить эту миссию 20 раз с тремя людьми, не считая вас. Так что берите как можно больше людей в отряд перед началом этой миссии. Товар копится независимо от вас. Вы можете находиться в другом отряде на миссии, а Крипс будет все это время потрачить на вас. Делает он из 2 единиц сырья и 4 единиц инструментов 1 единицу товара за 2 минуты реального времени. То есть, потребуется 3 часа 20 минут для заполнения максимума товаров на складе. После того, как товар накопится в определенном количестве, на начальном этапе это 25 единиц из 100, его можно продать в двух местах, близко или далеко от вашего лагеря. Дальше будет дороже, но и опаснее, так как миссия по продаже будет идти в общей сессии, и на вас, кроме вражеских NPC, могут напасть еще и другие игроки. Советую выполнять продажу с друзьями, так как это безопаснее, веселее и выгодно для друзей тоже, потому что за выполненную миссию члены вашего отряда получают 50% от суммы, которую вы продаете. Подчеркну, что вы не платите им из своего кармана. Со временем от продаж растет и ваш уровень торговца, что позволяет открывать различные полезные вещи и перевозить большие партии товаров. Сначала с 5 ливила торговца откроется средняя повозка на 50 единиц товара, затем с 10 ливила большая на 100 единиц, то есть для перевозки всего предприятия за раз. Их надо покупать, причем по очереди, друг за другом. Учтите, что другие игроки могут украсть у вас повозку и доставить вместо вас, и тогда они получат все деньги, а вы, соответственно, ни хрена. Они могут отвезти в свой лагерь своему крипсу и получить 60% от тех товаров, которые перевозили вы. То есть на короткие дистанции на вас напасть не могут, так как вы движетесь в пассивном режиме. А вот на длинных дистанциях могут напасть игроки, и они могут видеть вас на карте. Также на 10 уровне торговца можно будет купить повозку для туш. В нее помещается 10 единиц туш. Мелкая дичь – это одна единица места, крупная, соответственно, две. Совет. Неплохое место для фарма – это зимний биом. Одевайтесь теплее. Теперь немного о навыках торговца. Они открываются с повышением уровня, например, видеть другие караваны, лай собаки и тому подобные пассивные навыки. За каждый уровень дают две специальных монетки, на которые можно купить эти навыки. Чтобы их активировать, надо зайти в свой инвентарь. Во вкладке документов будет письмо с навыком, которое надо прочитать. Так, в принципе, работают все навыки по всем ролям в РДР. Ну и на этом, в общем, все. Если вы ищете людей для перевозки или сами хотите помочь кому-то и подзаработать, заходите на наш Discord, ссылка в описании. Также подписывайтесь на канал, жмакайте колокол, ставьте свои царские лайки. Всем гага.